Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Боснии и Герцеговине начался трехдневный марш в памяти погибших в Сребренице. Тысячи человек пройдут по гористой местности и в субботу прибудут в город, где боснийские сербы в 1995 году учинили массовую расправу над мусульманскими мужчинами и мальчиками. Люди повторяют маршрут, по которому 20 лет назад бежало выжившее мусульманское население Сребреницы. Марш пройдет в обратном направлении. Когда колонна прибудет в город, там состоятся памятные мероприятия. Это было систематичное убийство тысяч и тысяч людей, а также депортация отдельной этнической группы с конкретной территории. Это очень четко вписывается в понятие геноцида. В 1995 году мы столкнулись со смертью, насилием. Сегодня мы пытаемся сказать о другом. Мы пытаемся призвать к жизни, любви и терпимости. Резню в Сребренице называют одним из самых кровавых в гражданской войне в Югославии. Тогда были убиты от 7 до 8 тысяч безоружных человек. В 2007 году Международный трибунал назвал действия сербов преступлениями геноцида. Европейский инвестиционный банк выделил Украине 400 миллионов еврокредита на развитие инфраструктуры ЖКХ. Средства вложат в централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение, энергоэффективность зданий, в наружное освещение населенных пунктов и обращение с бытовыми отходами. Это позволит улучшить качество устарелой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и предоставляемых населению услуг. Украинцы предпочитают проводить отпуск, не выезжая за пределы страны. Достойную конкуренцию Майами и Мальдива может составить остров Джарелгач. Там предпочитают отдыхать любители нетронутой цивилизации дикой природы и поклонники активного отдыха. Об отечественном курорте в следующем сюжете. Остров Джарелгач – это 42 километра нетронутой природы. С одной стороны теплый залив, с другой – чистое море. 40 минут на катере и вы за границей цивилизации. Елена Повжик, ведущий специалист по рекреации национального парка Джарелгачский, говорит, тут нельзя ничего строить, даже навесы от солнца. И тем более запрещено мусорить. Единственное строение на острове – два маяка. Визитная карточка Джарелгача – старейший из них. Маяку больше 100 лет. Его заказывал пан Скадовский в Париже, а разрабатывал его сам Эйфель с учениками. Это было в конце 18-го столетия. В национальном парке туристам предлагают два маршрута – сафари Джарелгач с ночевкой, рыбной ловлей и наблюдением за редкими животными. А также маяки Джарелгача без ночевки, просто искупаться. Вообще прекрасно, там, где человек еще все не успел испортить. Спасибо тем, кто это сохранил. А впечатление, конечно, потрясающее. Ну, Майами. Можно гулять по острову пешком или пользоваться транспортом. Можно отдыхать в собственной палатке или арендовать домик лесника. Остров встретит туриста с любыми предпочтениями. Питомцы Тбилисского зоопарка переживают стресс. Зверинец в июне пострадал от сильнейшего наводнения. Из 600 животных выжили только 300. Им нужны уход и новые вольеры. Сейчас зоопарк живет надеждами на восстановление. Об этом смотрите далее в выпуске. Бегемот Бегой из Тбилисского зоопарка стал символом выживания. Он – одно из немногих животных, спасшихся во время наводнения. Стихийное бедствие обрушилось на столицу Грузии в середине июня. Вода повредила вольер Бегой. Он, выбравшийся из смертельной круговерти, оказался на городских улицах. Позже его вернули в зоопарк. Он спасся, потому что бегемоты хорошо плавают и могут задерживать дыхание под водой. И, конечно, ему очень повезло. Он не столкнулся с деревьями, мусором и автомобилями, снесенными водой. Самое главное – он выжил и теперь постепенно приходит в себя. Многим другим животным повезло меньше. В бурном потоке погибли медведь и тигры, в том числе молодые, родившиеся в прошлом году. Из 17 пингвинов выжили только 10. Теперь они панически боятся воды и постоянно пытаются спрятаться. У нас остались только 10 пингвинов, переживших бедствие. Лишнемногие могут есть самостоятельно и ведут себя так же, как до наводнения. Но другим труднее. Стресс берёт своё. Среди спасшихся была беременная самка оленя. В конце июня она благополучно родила свою малышку. По словам сотрудников зоопарка, маленькая самочка стала для них символом надежды на восстановление. Из-за стихийного бедствия из 600 животных погибли более 300. Нескольких сбежавших тигров и львов ради безопасности горожан застрелили спецназовцы уже после наводнения. Нанесён ущерб в несколько миллионов долларов. Повреждены вольеры. Это материальная сторона. Но если говорить о животных, то здесь иные мерки. Урон огромен. И его невозможно выразить в цифрах. К сожалению, мы потеряли слишком много ценных животных. Выжившие звери теперь остро нуждаются в новых вольерах. Директор зоопарка надеется, что в ближайшее время им выделят новое помещение на окраине Тбилиси. Канадец предстанет перед судом за полет на воздушных шариках. Даниэля Боря обвиняют в совершении действий, опасных для жизни. 26-летний бизнесмен привязал к садовому стулу 110 шариков, наполненных гелием. Взял с собой кислородный баллон и парашют и поднялся в воздух. Боря планировал пролететь на шарах над территорией, где проходит ежегодный фестиваль Родео. На него съезжаются более миллиона человек. Там молодой предприниматель должен был прыгнуть со стула с парашютом и тем самым привлечь внимание к чистящим средствам, которыми торгуют. Но все пошло не по плану. Мужчину снесло ветром на 2 километра западнее пункта назначения. Пришлось прыгать с парашютом там. Внизу его уже ждала полиция. Пока Боря отпустили под залог с условием, что он не будет приближаться к зоне фестиваля. Суд состоится на следующей неделе. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.